На сегодняшний день сильное задымление – основной повод для волнения у горожан. Едкий газ содержит такие опасные вещества, как окись азота и углекислый и угарный газ. Это негативно влияет на здоровье и самочувствие жителей. Запах смога и частички пепла сбивают дыхательные пути, вызывают головную боль и недомогание. От этого особенно страдают люди группы риска – беременные женщины и дети, пожилые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами органов дыхания, лишним весом, аллергическими реакциями и сахарным диабетом. Таким людям нужно внимательно соблюдать рекомендации врачей и всегда иметь при себе необходимые лекарства. Обязательно даже пользоваться масками или маргинами, масками, которые задерживают вещества, которые в воздухе находятся. Конечно, не защищают они от дыма и газа, но тем не менее они облегчают состояние, меньшее токсическое влияние на дыхательную систему будет, и сердечно-сосудистые маски стараться увлажнять. При сильном задымлении необходимо пить больше чистой воды и избегать кофеина. В рационе увеличить количество фруктов и овощей, есть меньше жирных продуктов. Чтобы снизить токсическое воздействие смога на организм, можно принимать витамины С и Е. Если вы находитесь дома, нужно закрыть все окна и двери, а любителям спорта лучше воздержаться от физических нагрузок. После улицы обязательно промывать нос и полоскать горло. Можно использовать обычный физиологический раствор, либо в аптеках средства, которые специально для полоскания дома. По возможности, опять же, если есть кондиционеры, воздухоочистители, тоже пользоваться ими. Первые признаки отравления угарным газом – замедленная реакция и несвязная речь. Могут быть расширенные зрачки, учащенное сердцебиение, нарушение дыхания, потеря сознания. Если вы заметили симптомы у себя или близких, срочно вызывайте скорую помощь. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.